Лесная фея и рыба с тремя головами. На самом деле это не сказочные персонажи, а знаки зодиака. Именно такими, загадочными и немного волшебными, видит их гродненский мастер Татьяна Лемза. Обычно представители гороскопа изображают довольно буквально, однако автор выставки «Хто зодиак?» по-своему увидела их образы и воплотила в необычных куклах. Например, водолей у Татьяны Лемзы стал девушкой, голова которой превращается в кувшин, а лев задумчивым индейцем в маске короля зверей. Изначально выставка задумывалась концептуально единой, однако в итоге все куклы оказались непохожими друг на друга. Задумывалось все концептуально, как-то в одном стиле, в одном духе, но в итоге просто работа велась над выставкой примерно год, и в течение года сделаешь работу, убрал ее, отодвинул, позабыл, и потом получаются вот такие всякие неожиданности. Ну, может, в этом есть свой цимус какой-то. Все арт-куклы Татьяны Лемзы сделаны из пластика и проработаны до мельчайших деталей – мимика, пластика и одежда. Но больше поражает не натуральность исполнения, а фантазия автора. Казалось бы, египтянина и богиню Деметру со знаками зодиака связать сложно, но выглядит это очень гармонично и загадочно. Сама Татьяна Лемза родом из Ивьевского района, закончила Гродненский Купаловский университет. Куклами увлекается уже много лет и не один раз участвовала как в местных, так и зарубежных выставках. На экспозиции в Гродно, помимо основных экспонатов, Татьяна представила и небольшие зарисовки, где также появляются знаки зодиака. Каждой кукле я обычно рисую какие-то форескизы, чтобы представлять, что делать. Очень-очень редко я делаю куклу сразу, без каких-то набросков. И вот эти форескизы, они тоже бывают такие смешные, забавные. Их если в живопись перевести, они даже, мне кажется, интересные. Загадочные, сказочные и где-то философские знаки зодиака Татьяны Лемзы на самом деле поражают воображение. Найти своего представителя гороскопа и оценить фантазию автора можно до 11 августа. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.